Приветствую вас. Я надеюсь, что вы, как взрослый человек, понимаете, что ваш вопрос, ну, это вопрос скорее про вашу неуверенность в себе. Это вопрос скорее про вашу неуверенность в себе и про вашу мотивацию встречаться с девочками. Это вопрос скорее про отдаленность, про проблемы в отношениях с папой у вас. Это вопрос о том, как вы воспринимаете девушек, как они вам видятся. Это вопрос скорее о вашем отношении к моде. То есть, ну, в данном случае мода именно в вашем учебном заведении она такая, и мода в социальных сетях она такая. Дело в том, что далеко не все девушки, которые ищут девушек, действительно являются теми, кто любит девушек. Это скорее всего такая защита от мужчин, чтобы они не приставали к ним. И именно поэтому девушки так много об этом говорят. То есть, ваша основная проблема в том, что вы очень многие вещи воспринимаете на веру, вот, и основная проблема в том, что вас это действительно задевает. Мне кажется, что серьёзная проблема, она вот в этом, а не в том, что где-то кто-то что-то делал, где-то что-то как-то себя вёл там и так далее. Я также думаю, что проблема заключается ещё и в том, что вы сами ориентированы не на работу, не на учёбу, а на построение отношений с девушками. И в силу своей неуверенности в себе, вот, в силу того, что вы в себе не уверены, вероятно, сомневаетесь в том, сможете ли вы вступить с кем-то в отношения. Вот, вследствие чего начинаются такие вот сомнения, страхи, переживания, вот, и так далее. То есть, ещё раз, постарайтесь, пожалуйста, понять, что дело здесь совсем не в девушках, и не в их ориентации, а в том, как вы это всё воспринимаете. Понимаете, что вас охватил страх, как вы говорите, понимаете, что вас охватил серьёзный страх, что вы стали думать о себе так, как будто с вами что-то не в порядке. А это может быть возможно только в том случае, если вы и раньше думали о себе, как о человеке, с которым не всё в порядке. И для решения вашей проблемы вам нужно искать опору в себе, вам нужно стремиться обрести уверенность именно в себе, а не в внешней среде в виде, например, девушек. В виде девушек. Потому что, как бы, если девушка видит сейчас, если девушка видит сейчас, например, что мужчина, вот он такой вот неуверенный в себе, да, если девушка видит, что мужчина сейчас, например, ну, например, в себе сомневается, да, или там активно, активно проявляет интерес к ней, то девочке проще отдалиться, отстраниться, чем, скажем, отказывать именно мужчине. Вот. Именно поэтому многие, значит, предпочитают, чтобы думали, что вот они не традиционной ориентации. А вы всё принимаете на джиттую монету, ещё раз повторю, потому что вы не уверены в себе, потому что вы боитесь. Вот вы говорите, да, вот я боюсь, что там действительно натуралок не осталось. А почему вы боитесь? Вот. Почему вы боитесь того, что их, грубо говоря, значит, ну, больше станет? Вот. Почему вы этого боитесь? Что это означает для вас? Это означает для вас, что вы хотите сблизиться с девушкой, вы хотите отношения, а зачем вам это? Да? Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Значит, вот. Что мужчины, как пол, больше не привлекательны. Вот то, что мужчины, как пол, больше не привлекательны, это, опять же, ваш переносность. Это вы о себе так думаете. Это вы придерживаетесь такого мнения о себе. Это вы в глубине души о себе так думаете и переносите это теперь на данную ситуацию. Осталось только понять и увидеть, откуда у вас эта позиция появилась, что именно вы в себе не принимаете. Вот. Поэтому давайте разберем ваши отношения к себе, ваши ценности, ваши ориентиры. Вот. Может быть, детско-родительские отношения разберем и посмотрим, где и в чем ваши проблемы. Если будете вести себя уверенно, если будете вести свои цели, то недостатка в девушках у вас не будет. Другое дело, что самоцелью быть они не должны. Но это уже другая история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад поночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.